Да, действительно. К нашему эфиру присоединяется политический деятель и публицист Андрей Андреевич Пянтковский. Андрей Андреевич, приветствуем. Добрый день, Владимир. Андрей Андреевич, что не так пошло у Такера Карлсона? Ну, есть формальная причина его так называемой отставки. Это результат такой сделки комиссии по средствам массовой информации. Ну, Фоксу пришлось, видимо, порастаться там сотнями, несколькими сотнями миллионов долларов. Да-да, там 758 миллионов, если не ошибаюсь. Ну, то есть значительная сумма, это два иска против Карлсона. Значит, сюжет такой. Они во время избирательной комиссии, после выборов 2020 года, они там во главе с Такером Карлсоном громче всех орали о том, что выборы фальсифицированы. На самом деле победил не Байден, а Трамп. Ну, в Америке свобода слова имеет право на любую точку зрения высказывать серьезные подозрения. Но дело в том, что каким-то образом оказались обнароданы их записи внутренних редакционных переговоров, обменов имейлами и видео, где все эти люди, включая того же Такера, говорили, что это чушь, конечно, никаких фальсификаций нет, но вот нам нужно из политических соображений. Называли там Трампа всякими нехорошими словами, которые я не могу здесь цитировать. Вот это уже серьезное нарушение такой этики средства массовой информации. Но это формальная причина, да. Но эта часть общей и очень благоприятной для Украины тенденции – это серьезные смены курса республиканской партии. Они выбрали стратегию избирательной кампании атаковать Байдена не с позиции Трампа, вот что сумасшедший старик ведет свою поддержку Украины, ведет мир к ядерной Третьей мировой войне, а за недостаточную поддержку Украины этим занимаются сейчас ведущие лидеры и в Палате представителей, спикер Маккарти и председатель комитета по иностранным делам Макколы, такие ветераны истеблишмента, лидеры республиканцев в Верхней Палате Мич МакКоннелл, сенатор Грэхом известный. Короче, избирательная стратегия республиканства определилась, ну а Фокс-Ньюс – это традиционный орган республиканской партии, самая массовая аудитория среди республиканцев имеет, и, соответственно, другие люди будут обращаться к республиканскому избирателю с телеэкрана Фокс-Ньюс. Ну а Карса не пропадет, ему уже там РТ предлагало сотрудничество, но там есть, я думаю, он даже есть слухи самые экзотические о том, что Трамп может выбрать его в качестве кандидата в свои вице-президенты. Интересный поворот событий был бы, но вот, насколько известно, то Трамп оказался в центре еще одного скандала. Там связано что-то с покупкой белья и его любовью к женщинам. Скажите, пожалуйста, насколько уже образ Трампа оброс вот этими странными историями, и как избиратель сам, собственно, относится к этому кандидату? Ну, Трамп имеет свою базу поддержки. Он собирает митинги, где отравляет им сознание идеями ненависти к Украине. Конечно, он играет негативную политическую роль, но, как я уже сказал, это понял истеблишмент республиканской партии, и он становится в партийной машине республиканцев маргиналом. Ну, вот последнее событие показательное. О нем с тревогой многие писали на Украине, говорили так называемое письмо 19 республиканских конгрессменов президенту Байдену, которому они требуют того же самого, что Трамп все время требовал прекратить помощь Украине. Это какой-то там далекий пограничный конфликт, не затрагивающий наши интересы и так далее. Но вот показательно, что его подписалось хоть только 19 человек, а ведь до самого последнего времени была устойчивая цифра на всех голосованиях бюджетов на военные расходы для Украины. Всегда голосовало устойчиво 40 республиканцев в партии представителей. А это у них 20 даже там с парой сенаторов направилось. Ну, и второй показатель, очень важный тоже для нас. Более популярный кандидат, скорее всего, он и выиграет номинацию для изобретательской партии, губернатор Фавлори де Сантис, на 180 градусов публично изменил свою позицию. Вот месяц назад он тоже как-то неудачно высказался относительно пограничного конфликта между Россией и Украиной. А сейчас он старательно объясняет, что его не так поняли и выступает с правильными заявлениями о том, что Путин военный преступник, сидящий на бензоколонке и размахивающий ядерные бомбы. В общем, республиканская партия выбрала очень выгодную для нас стратегию избирательную, атаковать Трампа за недостаточную поддержку Украины. Почему она выгодна? Ой, атаковать Байдена, извините. Потому что мы же знаем, что в администрации Байдена идет своя внутренняя борьба между такими друзьями Украины, как Остин и Блинкин, которые на вопрос, в чем задача Америки в этой войне, отвечает победа Украины, полное освобождение территории оккупированной и ослабление России до такой степени, чтобы никогда не могла повторить подобную агрессию. Но есть другая точка зрения, озвучиваем с Соливаном, так называемое непоражение Украины. Ну, по существу это означает непоражение Москвы. И вот это не просто академические споры. Мы же видим, как каждый раз в предсередном пакете вооружения, предоставляемой Украине, группа Соливана пытается затормозить этот пакет. Ну и в одном из своих последних обращений Зеленская справедливо обращалась фактически с упреком к Байдену, к руководству американцев, что каждый раз, каждое замедление необходимой помощи, мы понимаем, что в конце концов мы ее получаем, и за это очень благодарны. Но каждое замедление, это цена его жизни, жизни украинцев, тысячи, может быть, десятки тысяч, и воинов Украины, и мирных жителей. Так вот, это теперь атака еще республиканской партии за недостаточную поддержку. Она усилит, конечно, позиции внутри администрации наших друзей и ослабит вот эту соглашательскую группу с ее тезисами непоражения Украины. Андрей Андреевич, теперь официально можем говорить об еще одном кандидате на пост президента Соединенных Штатов Америки. Джозеф Байден решил идти дальше, то есть выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Какие его основные преимущества и какие основные недостатки? Ну, во всяком случае, какие недостатки озвучивают его конкуренты? Ну, нас ведь интересуют преимущества и недостатки только с одной позиции, с позиции интересов к Украине и получения адекватной военной помощи от Соединенных Штатов. Ну, недостаток его очевиден всем, это возраст. Довольно странное впечатление производит вот такая пустота на демократическом фланге. Да не видно ярких политиков и у тех же республиканцев. Это явление, о котором можно в свободное время много порассуждать. Но сейчас есть то, что есть. Вот вы знаете мою оценку Байдена. Я всегда повторяю, ну, в зависимости от конъюнктурной ситуации в данный период времени, что он справляется с воими обязанностями лидера, свободного морального, лидера свободного мира или на четверку с минусом, или на четверку с плюсом. Ну, это намного лучше, чем два предыдущих президента и Обама и Трамп, которые вообще не видели себя в этой роли. Что для нас выгодно? То, что теперь для Байдена победа Украины становится личным политическим интересом кандидата в президенты. Если, ну вот, что для меня, так как для большинства военных экспертов, какой маркер вот победы предстоящего наступления? Это, конечно, уничтожение Крымского моста. Это громадные военные победы, потому что превращают всю крымскую группировку, такой, захлопывают ее в некий котел, который будет уничтожаться дальнобойной артиллерией. И громадная, конечно, политическая, идеологическая и символическая победа, которая станет триггером очень серьезных изменений в бункере Путина. А второй возможный вариант, который широко обсуждается и в американской прессе, и среди военных экспертов кремлевских, что вот, да, будет, как вы заметили, мне попросим, что кремлевские пропагандоны говорят, им спущен новый темничек, тот же Соловьев говорит, да, будет какой-то успех украинского наступления, но это будет локальный успех, который не решит исход войны. Вот они надеются на вариант некого движения этой линии соприкосновения сторон, она как бы сдвинется в какой-то степени в пользу Украины, но вот без этого решающих успехов на крымском направлении. И фактически будет навязана тем самым некая замораживание конфликта вот этого, вот этого и ожидает Путин. И, собственно, на это работает та группа Соливановская внутри администрации Байдена, которая, ну, как бы старается каждый раз ограничить поставку роли. Но теперь это становится для Байдена личным вопросом. Вот такая сокрушительная, яркая победа Украины, опять же, вот тот сценарий уничтожения Крымского моста и освобождения Крыма, это громадный успех в избирательной кампании Байдена, орел победителя в войне. А вот то замораживание конфликта, которое второй возможный сценарий, поставит его под удар, как республиканцев, которые сейчас будут вести избирательную кампанию под лозунгом «Больше помощи Украине». Вот не удалось победу Украины, потому что Байден не решился оказать насчетную пору. Так и остатков вот этих трампистов, которые будут говорить, ну, мы же с самого начала говорили, что нужно какое-то перемирие, прекращение огня, а вот Байден потратил столько денег и столько людей было убитых и так далее. То есть для него становится вопросом личным, а это важно всегда для политика. Означает ли это, что сейчас следует обратить вообще на предвыборную кампанию особое внимание и основной или одной из основных тем будет именно украинская тема или тема войны, развязанной Российской Федерацией против нашего государства? Это безусловно, хотя у них есть, конечно, масса острых проблем внутренних, там ЛГБТ-повестка, налоги, аборты, но нас интересует только один аспект и, уверяю вас, он станет центральным, потому что для Байдена это будет самый яркий, опять же, маркер его успеха политического и неудачи, и республиканцы в любом случае будут это использовать. Да, мы сейчас видим, что, по сути, политика Соединенных Штатов Америки никак не меняется. Они объявили о том, что они будут поддерживать Украину и выйдут с Украиной до победного конца, они продолжают придерживаться этой позиции. И касается это сразу же множества аспектов, в том числе дипломатического аспекта. Запретили российским пропагандистам сопровождать Лаврова, который приехал с визитом на Генассамблею ООН, да, если не ошибаюсь. Но Лавров, по сути дела, воспользовался трибуной и сделал очередное антиукраинское заявление в совбезе ООН. Можем сейчас его послушать и после услышать ваш комментарий, Андрей Андреевич. Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах. И защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом, прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем. Они продолжают искать оправдания, оправдания той войне незаконной, которую они развязали против Украины, но теперь это заявление звучало на территории Соединенных Штатов Америки. Ну, там, между прочим, за спиной мелькал вот этот толстомордный замминистра Рябков с его знаменитым «Собирайте ваши манатки и убирайтесь вон». Ну, эти оправдания, они будут повторить еще раз, в следующий раз они повторят на скамье военных преступников в Международном трибунале. Путина же уже объявили в розыск. А, кстати, я напомню, что в исполнении приговора Нюрнбергского трибунала первым был повешен господин Риббентроп, коллега господина Лаврова в той ситуации. Но, вы знаете, меня покоробило другое. Тот факт, что они выступают, что Лавров военный преступник выступает, да не выступает, черт возьми, он председательствует. Мы же, по-моему, даже забыли с вами отметить, нет, что это не выступление, он председательствующий на Совете Безопасности. Он по правую руку от него почтительно сидел генеральный секретарь Организации Объединенных НАТО и Гутиерос. Ну, была возможность устроить протокол. Международные соглашения требовали у американцев разрешить военному преступнику, так как главе делегации Российской Федерации, постоянного члена ООН, прибыть и воспользоваться своим правом и обязанным председателем. Но можно было устроить какую-то политическую показательную демонстрацию своего неприятия, не явиться на это заседание. Мне кажется, недостаточно была реакции Запада на председательственного военного преступника на сессии, посвященные вопросам мировой безопасности. Ну, а пропагандисты сегодня ликовали и рассказывали на всех своих площадках, что вот смотрите же, вот Лавров поехал и все нормально, на самом деле мы-то белые пушистые. Да, а вот Медведев вообще дальше пошел. Хотела бы с вами обсудить его фантазию по поводу того, что Илон Маск мог бы стать президентом Америки. Почему это так разгоняется, так массируется в Российской Федерации, именно кандидатура Илона Маска потенциальная? Ну, Маска прославился своими очень неудачными предложениями мира. Ну, собственно, не один Маск. Мы слышали одно и то же от Маска, от Гейтса, от Папы Франциска, да от кого там кто-то, бразильский президент предложил отметиться. Вот все эти бесконечные гибнут люди, давайте прекратим войну, не будем, предотвратим эскавацию. Вы знаете, меня беспокоит не Маск, в конце концов, как политик, он маргинальная фигура. И не Трамп, который с Карсоном, который сейчас становится маргинальными фигурами в республиканской партии. Меня беспокоит вот левый в демократической партии. Было же, вы помните, сейчас вот письмо 19 республиканцев, а было летом письмо 50 демократов, конгрессменов Байдена с теми же идеями, что вот мир, прекращение огня, эскалацию не допустить, ядерные войны не допустить. Байден тогда быстро подавил этот бунт. На следующий день они отозвали свое письмо. Но они никуда не исчезли. И они не изменили свои взгляды. Вот последние недели две я просто уже не могу спокойно открывать американские газеты, вот такого леволиберального направления. И не только американские, а это некий интернационал. Слушайте, пробегитесь по заголовкам. News Politic, Wall Street Journal, Economist, Financial Times. Один и тот же тезис. Ну, они начинают, как друзья Украины, да, Украина жертва агрессии, нас опротивляют. Но вы понимаете, Украина же никогда не сможет победить русских. Поэтому давайте изменим нашу, не будем допускать эскалации, накачивать оружием. Не лучше ли убедить Украину заключить мир и так далее. Ну, это вообще какая-то совершенно жуническая подмена понятий. То есть логика такая. Украина не сможет победить Россию, поэтому давайте прекратим поставки оружия. Так она не сможет победить только именно если вы и прекратите. Украинская героическая армия делает все не только для своей защиты, но и для защиты всего мира западного от российской агрессии. Я повторю, вы все же слышали, это натовским странам предлагалось собирать манатки и убираться. Поэтому это лицемерное гадание, как бы вот гадает, сможет Украина и победитель не сможет. Это вам не гадать надо в Америке, а решать, предоставите ли вы самое современное оружие или нет. Вот эта борьба до сих пор продолжается. Я расскажу, что два фактора, которые позволяют надеяться, что она, как и в прежних случаях, завершится в пользу проукраинской группы в администрации президента. Первый фактор – это республиканская партия определилась своей позицией, будет атаковать Байдена на недостаточную поддержку. И второе, как я уже сказал, для кандидата в президенты Байдена это становится уже, победа Украины становится личным фактором, определяющим его успех на выборах. Но вот, видимо, это крыло Соливановское, которое внутри администрации каждый раз отступает. И наши друзья каждый раз добиваются поставки и Хаймерсов, и Патриотс, и Эбрамсов, и добьются авиации. Но, видимо, они обладают достаточным влиянием в мидио, потому что вот такой основной тонн так называемой качественной мидии сейчас такой. Украина не сможет победить Россию, поэтому давайте убедим ее заключить какое-то мирное соглашение. Андрей Андреевич, а это работа на электорат? Ну, то есть электорат хочет слышать подобные заявления? Электорат настроен антиукраински? Или электорат вот тех самых политиков, которые делают антиукраинские заявления, просто настроен на то, чтобы все усилия были сконцентрированы на внутренних вопросах, а не на внешней политике? Нет, это сознательная идеологическая позиция вот этого крыла. Там сочетание двух групп, вот левых, которые вообще считают Америку империалистической державой, вот виновной перед угнетенным народом мира, поэтому всегда скептически относятся к любому военному вмешательству. И вторая, так называемых сторонников школы реаль-политик, вот наследников Киссинджера, которые отрицают вообще такие мотивы, как какие-то идеологические, нравственные в политике. Политика есть, комбинация различных сил, игра такие геополитические шахматы надолгие. Вот в этой группе популярна такая идея, абсолютно фальшивая, кстати, что в том, что заключается в том, что у нас главный противник Китай, поэтому нам надо сосредоточить все силы на Китае, не отвлекаться на Путина. Более того, вот это повторяет, кстати, и Трамп, и его сторонники, нам надо переубедить Путина, перетащить его на нашу сторону, в нашей самой важной схватке с Китаем, а для этого ему надо пойти к нему на какие-то уступки в чувствительных для него вопросах. Ну, вы понимаете, каких чувствительных. Она на себя работает, эта группа, на свои идеологические представления прежде всего. Ну, знаете, складывается такое впечатление, что работают по формуле «здесь хочу и слышу, а здесь не хочу и не слышу». Вот, возвращаясь опять же к одному из пунктов заявления Медведева, тот вообще предрекает распад Соединенных Штатов Америки и даже говорит о том, что за Техас начинают переживать, там якобы референдум какой-то собираются проводить. Неужели такие заявления остаются незамеченными среди политических элит? Ну, вы знаете, у Медведева уже устоявшаяся репутация такого сумасшедшего, на которого не стоит обращать. И он сам впивается этой роли. Ведь он же ужасно переживал, когда Путин выкинул его как отработанный материал с поста премьер-министра, не мог найти себе какой-то значимой роли. Вот нанял какого-то талантливого пиарщика, который пишет ему такие политические тексты в духе какого-нибудь Проханова. Вот и его цитируют. Ну, как политика и даже как автора каких-то заявлений его на Западе не воспринимают, конечно. Но тем более, что это надо отдать должное западному политикам, что вот эту аргументацию давайте не будем провоцировать Путина, а то он вдруг ядерную войну развяжет. Этот шантаж уже не работает. Эту зависимость от Путина Запад преодолел. Путину очень четко, внятно объяснили, что с ним случится, если он потянется к ядерного оружия. И, кстати, я тут, чтобы быть объективным, скажу позитивную роль сыграл Китай. Китай тоже публично и довольно жестко предупреждал Путина не только не использовать ядерного оружия, но и не заниматься ядерным шантажом. Не потому, что Китай очень добренький и любит Украину, просто в интересах Китая, чтобы... Китай имеет реальные претензии к массе своих соседей. И те, конечно, в этих странах, как Япония, Австралия, Южная Корея, да тоже Тайвань, очень сильные взгляды тех политиков, которые требуют... Да давайте мы получим свою ядерную бомбу. Технологически для них это не проблема. Тогда совсем иначе... Ну, вы представляете, украинцам это легко понять, если бы не Будапештский меморандум сохранился бы у вас несколько десятков ядерных ракет, это совсем по-другому было. И товарищи Путин, и Патрушев, и Медведев планировали свои операции. Так вот, для Китая очень важен... Прецедент вообще использования ядерного оружия, где-то на поле боя, был бы... Для них это катастрофа, потому что тогда бы немедленно вот эти страны получили свое ядерное оружие, что, конечно, Китай не хочет, он хочет продолжать шантажировать своим превосходством в этой сфере. Андрей Андреевич, говоря о ядерных угрозах, которые постоянно озвучивает страна-агрессор, Российская Федерация, есть бытует мнение, согласно которому вот те гарантии безопасности, которые сегодня Североатлантический Альянс может предоставить украинской стороне, это тот самый ядерный зонтик. То есть, по сути, сегодня Украина может чувствовать себя в полной безопасности относительно тех ядерных угроз, которые Российская Федерация озвучивает, именно потому что получила некие гарантии безопасности от стран-членов НАТО. Так ли это, как вы считаете? Да, фактически вы очень хорошо сформулировали, я первый раз слышу вот такую формировку, а это действительно отражает суть вещей. Запад... Эти предупреждения были даны в начале октября в Москве на высоком уровне, очень конкретно. Это нигде не записано, но это так, да. Тогда, кстати, Байден тогда получил с соперничающим своим помощником и Соливанову, и Блинкину, как бы они две разные партии представляют, позвонить их каунтрепатам в Москве, и один и тот же текст озвучили. Потом каждый из них выступил в прайм-тайм на американском телевидении. Я скажу, что я сейчас только что побеседовал там с моим коллегой, это был Лавров или Патрушев, и там объяснил, что последствия использования ядерного оружия, один сказал катастрофик, другой сказал хорифик. Ну, а наш друг Бен Ходжес, очень информированный человек, потом подробно объяснил, что имелось в виду. В Москве объяснили, что тогда как раз была вершина вот этих ядерного шантажа в Украине, что в случае использования ядерного оружия НАТО тогда со своей территории, не заходя на территорию Украины, огневым воздействием просто уничтожит, ну, в течение нескольких часов остатки российского Черноморского флота, а в течение нескольких дней испепелит российскую группировку на территории Украины. Ну, а лично Путина убьют. Это ему тоже объяснили. Так же такие гарантии даны, да. Могут быть даны еще какие-то гарантии до вступления Украины в НАТО? А с этим вопросом уже прояснился полностью. После последних заявлений Столтон, ну, вы же помните, я вот говорил о том, что действует, официально сейчас действует план Зеленского из четырех пунктов, но это не план Зеленского, это ультиматум большой восьмерки. И дважды это было сформулировано, и второй пункт в этом гарантии безопасности на послевоенный период. Ну, последнее заявление Столтон не заставляет сомнения. Победившая Украина, она будет принята, принята членом НАТО. Украина сейчас де-факто член НАТО. Ведь в НАТО было создано, сколько там, 80 лет назад для защиты Западной Европы от военных восточных ворот. Так вот, единственная армия, которая выполняет эту функцию сегодня, и успешно ее выполняет, это Украина. Вот эта задача защиты Запада, она была решена еще в битве за Гастомеля. После того, как русские провалились под Киевом, уже все, никаких теперь там собирайте монатки, выбирайтесь вон. Они не собрали монатки, а наоборот. Финляндия и Швеция вступила в НАТО. Понимаете, ведь идея вступления Украины в НАТО изменила, она очень сильно поменялась. Раньше это было как бы оказанием некой услуги Украины, обеспечивая ее безопасность. А теперь весь мир, все же европейские страны видят, что присутствие Украины в НАТО это безопасность не Украины. Это, прежде всего, Украина не потребитель безопасности, а донор безопасности. Безопасность европейских стран обеспечивается Украиной. Поэтому, почему сейчас не вступает, юридически не оформляется наше отношение? Ну, потому что оформить сейчас, это значило бы взять обязанность посылать своих солдат и умирать. Но на это Запад не готов. Но мы, Украина приняла эти условия с самого начала войны. Да, Запад не готов сегодня умирать рядом с нами, но тем более он обязан обеспечить нам все необходимые условия, чтобы мы могли его защитить. А вот после победы Украины, когда вступление в НАТО не будет, означать для тех же американцев необходимо завтра ехать на войну, а умирать. А просто гарантию американцев бороться вместе с украинцами там через несколько лет в случае следующего, как раз это другое. То есть немедленно Украина будет. Это сейчас вопрос, по-моему, уже предельно ясен всем в отношении Украины и НАТО. Андрей Андреевич, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за оценку ситуации. Андрей Пянтковский был с нами на прямой связи. Продолжение следует...